Дорогие друзья, думаю, что каждый из вас согласится с тем, что Рим – это музей под открытым небом. Можно приехать в Рим, ходить по городу, наслаждаться архитектурой, рассматривать фонтаны, а в церквях – восторгаться скульптурными песками великих мастеров. Но немногие знают, что в Риме очень много бесплатных музеев. Сегодня мы зайдем с вами в два музея. Затем мы прогуляемся немного по Риму, я покажу вам места, где можно очень вкусно перекусить. Если вам все это интересно, досмотрите видео до конца. В двух шагах от площади Навона находится дом-музей Марио Пракса – искусствоведа, литературного критика и писателя. Давайте зайдем. Впервые музей был открыт для публики в июне 1995 года. Знаменитый критик жил здесь с 1969 года до последних дней своей жизни. Он умер в 1982 году, а в 1995 году уже был открыт музей. После длительной реставрации, 1 марта 2024 года, музей вновь открыли для публики с бесплатным входом. Дом Марио Праксо сохранился в том виде, в каком он был при жизни владельца. Сейчас этот дом является частью Национальной галереи современного искусства. В этом зале два камина, а в этом симпатичном ящике раньше хранили дрова. Дом часто отражает внутреннее состояние человека, рассказывает о его жизни и увлечениях. Здесь можно полюбоваться коллекцией из более чем 1200 драгоценных предметов. Это мебель, картины, скульптуры, хрусталь, фарфор, серебро, мрамор. Настоящий сундук с сокровищами, собранный прадцем за десятилетия страстного коллекционирования. Мы находимся в кабинете писателя. Здесь есть рабочая зона и зона отдыха. Стены кабинета украшены картинами. Обстановка сохранилась, и все предметы стоят на своем месте. Примером этого является большая арфа начала XIX века, расположенная в кабинете. Рядом с картиной девушка с арфой, на которой изображен идентичный музыкальный инструмент. Это фортепиано. Таких их два в Риме. Одно находится в музее музыкальных инструментов, а другое здесь, в доме музея писателя. Мебель и коллекция датируются концом XVIII века и первой половиной XIX века. Как же все-таки прекрасно! Из современного Рима мы можем переместиться в интерьер дома середины XIX века. На самом деле, каждое произведение было куплено коллекционером на европейских антикварных рынках в течение 60 лет, в то время, когда он занимался собранием коллекций, и потом тщательно, со вкусом, встроено в обстановку квартиры. Спальня писателя. На стенах очень красивые бумажные обои. Владелец дома создал целую вселенную из предметов. Их так интересно рассматривать. Сначала Марио Прац жил в большой квартире в Палаццо Риччи на Виа Джулия. Затем в 1969 году переехал в Палаццо Примоли, где он жил до последних дней. Эта квартира была меньше, и ему пришлось выставить свою коллекцию намного плотнее, чем она была расставлена в Палаццо Риччи. За скульптурой ангела, который ломает стрелу, находится портрет хозяина этой квартиры. Мы заходим с вами в обеденный зал. Многочисленные поездки по работе стали поводом для новых покупок. В коллекции есть английская мебель, французская бронза, богемский хрусталь, немецкий фарфор и русский малахит. Кстати, Марио Прац знал даже русский язык. Люстра в форме воздушного шара. А на стене висят две картины, на которых изображены наверху авария воздушного шара. А на второй картине изображена первая женщина, которая поднялась в небо на воздушном шаре. Следующая комната – комната дочери писателя. Это ее люлька. А в шкафу находится кукольный домик. Музей работает ежедневно, кроме вторника, с 9 до 19. Вход бесплатный, но с обязательным бронированием. Внизу под видео я оставлю ссылку, где можно забронировать билет. Мы окунулись в атмосферу, где жил писатель, встречал гостей и писал свои книги. Марио Прац написал книгу, которая называется «Дом жизни». Она была опубликована в 1958 году. В этом романе писатель рассказывает, как его дом, сначала Палаццо Ричи, а затем Палаццо Примули, стали тесно переплетаться с его жизнью. Марио Прац в книге проводит читателя по каждой комнате своего дома, описывая каждый предмет. Так писатель умудрился через обстановку квартиры рассказать о себе и о своей жизни. Он, как гид, провел читателя по своему дому. Теперь, после посещения дома писателя, мне хочется прочитать эту книгу. А после прочтения книги еще раз вернуться в этот дом. На моем канале YouTube в комментариях два-три раза промелькнуло сообщение, что я не отвечаю на запросы по электронной почте. Довожу вас до сведения. Я ответственный, пунктуальный человек и всегда отвечаю на письма, в которых есть запрос на экскурсию. Если вдруг от меня не получили ответ, проверьте, пожалуйста, правильность написания адреса. Или ищите меня в других соцсетях, например, Instagram или Telegram. Я там тоже нахожусь под ником «Татя Рома, путеводитель по Риму». И я с большой радостью покажу вам вечный город. Ну а сейчас еще немного музыки и пойдем во второй бесплатный музей. Мы дошли с вами еще до одного бесплатного музея Рима. Музей древней скульптуры Джованни Баракко состоит из престижной коллекции древних скульптур ассирийского, египетского, кипрского, финикийского, этрусского и греко-римского искусства. Эта коллекция была подарена муниципалитету Рима в 1904 году. 400 экспонатов коллекции разделены по цивилизациям, к которым они принадлежат, и выставлены в девяти выставочных залах. В этом зале представлены экспонаты египетского искусства. С этого зала есть выход на балкончик, где можно посидеть, отдохнуть, В этом зале представлены экспонаты египетского искусства. В этом зале находятся части от погребальных памятников, всевозможные вазы, статуэтки, статуи, которые относятся к египетскому искусству. Это уникальная коллекция, которую надо детально рассматривать. Саркофаг, женщина-сфинкс, очень интересные плиты с сюжетами. В этом зале находятся экспонаты этрусского и финикийского искусства. Погребальный памятник V века до н.э. со сценами похоронного шествия в честь умершего. Крышка саркофага в форме человеческого лица. Эти головы от скульптур датируются II-III веком до н.э. Скульптура беса, которые отпугивали злых духов. Беса часто изображали в виде карлика с искаженной гримасой лица. Беса часто изображали в форме человеческого лица. В этом зале представлены экспонаты римского искусства и некоторые образцы Средневековья. Мраморная голова мальчика 3-4 лет была найдена на вилле Ливии жены императора Августа. Скульптура сатира в танце и Нептуна. Греческие скульптуры и римские копии греческих скульптур VI-V века до н.э. Греческие скульптуры и римские копии греческие скульптуры. В этом зале находятся ценные копии греческих скульптур раннего эллинизма. Вот такие необычные экспонаты выставлены в этом музее, который все проходят мимо. А вы, дорогие друзья, когда будете в Риме, не проходите мимо него, обязательно загляните. Ведь он же бесплатный, а столько всего интересного в нем. Иногда у меня спрашивают, в каком районе Рима лучше всего остановиться. И я в первую очередь советую остановиться где-нибудь рядом с Кампо де Фиори. Ну, во-первых, в какую бы вы сторону ни пошли, везде есть главные достопримечательности и есть что посмотреть. И вам не надо тратить время на дорогу. А во-вторых, здесь есть пекарни, в которых готовят очень вкусный хлеб, сладости и, конечно же, римскую пиццу. И вы должны это попробовать. И сегодня я вам покажу несколько мест, где можно вкусно перекусить. Ранним утром на площади Кампо де Фиори слышится шум тележек. Торговцы каждый день привозят свой товар на площадь. А в воздухе уже с раннего утра витает аромат свежеиспеченного хлеба. И он доносится из этой пекарни. Во время строительных работ был найден документ, в котором говорилось, что эта пекарня была открыта в 1880 году. Владельцем пекарни является Фабрицио Рошоли. Он был дальний родственник знаменитой семьи, которая тоже открыла пекарню, но только на улице Киавари. Так, в одном районе по соседству выпекали вкусный хлеб две династии пекарей. В пекарню на Веде и Киавари мы еще с вами зайдем. Хотя я часто вам ее показываю, но я просто не могу пройти мимо. Всегда что-нибудь там покупаю. Семья Рошоли очень знаменита в этом районе. На Веде и Джубонаре 21 находится Рошоли с алюмерией Акон Кучино. Здесь можно купить продукты и вкусно пообедать и поужинать. Столик надо бронировать заранее. Столики для двоих расставлены прямо перед чудесными прилавками. Не переживайте, что столики только здесь. Там дальше есть зал более просторный. Ну а в подвальном помещении находится погреб, где рядом с бутылками стоят столы и зал может вместить компанию до 20 человек. Как-нибудь свожу вас, покажу вам это место. На витрине выставлены продукты в подарочных коробках. Их можно привезти в подарок своим близким и родным. Страсть к хлебу и выпечке у этой семьи в крови. И мы уже с вами в пекарне на Виа-де-Киавари. Благодаря трудолюбию и профессионализму, семье удалось стать главными пекарями этого района. У них покупают хлеб даже местные рестораны. Вся выпечка, которая представлена на прилавках, очень вкусная и свежая. На экскурсиях мы обязательно заходим в эти пекарни, покупаем пиццу и тут же ее съедаем. На моих экскурсиях по Риму я рассказываю не только про главные достопримечательности вечного города, про императоров, римских паб, скульпторов и художников. Также мы говорим и про куртизанок, спускаемся под рестораны, чтобы полюбоваться остатками античных театров, заходим на дегустации и показываю места, где можно очень вкусно перекусить. После моих экскурсий гости города довольны, счастливы и святые. В магазине есть всегда бесплатные угощения для каждого из вас. Достаточно только протянуть руку и взять кусочек. Погода в марте такая непредсказуемая. Вроде бы утром была солнечная погода, а сейчас идет град. И нам пришлось задержаться в пекарне. Но мы нисколько не пожалели. Мы продегустировали столько вкусной выпечки. Вдалеке виднеется фасад церкви имени Иисуса, церкви иезуитов. Там тоже спрятаны сокровища. Ну а мы сейчас направляемся в сторону пантеона. Там тоже есть очень знаменитая лавка, где можно вкусно перекусить. Дорогие и милые женщины, пока мы идем, хочу воспользоваться случаем и поздравить вас с международным женским днем 8 марта. Пусть весеннее настроение сопровождает вас повсюду, заряжая своим теплом. Желаю, чтобы все ваши планы и цели осуществились. Чтобы всегда было время для отдыха и путешествий. А что касается счастья, так пусть оно сопровождает вас не только в женский день 8 марта, а всегда. Желаю вам быть счастливыми, красивыми и любимыми. Я благодарю всех, кто мне в личку прислал слова поздравления. Огромное вам спасибо, что помните обо мне и моих экскурсиях. С праздником весны вас! С праздником весны. С праздником весны. Мало храниц. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Рядом с пантеоном на соседней площади Пьяцца Делла Маддалена находятся два магазинчика «Антико Винайо». Это одно из самых известных и популярных мест, где можно вкусно перекусить и где во время обеда выстраивается огромная очередь, показатель того, что здесь на самом деле очень вкусно. Прямо при вас вам приготовят флорентийскую скьячату. Я заказала скьячату под названием «Парадизо» – рай. Начинка была фисташковая песто, мортаделла, строчателла и рубленые фисташки. Кусочек был очень большой. Цена – 10 евро. Еще лет 10 назад во Флоренции, в историческом центре города, владелец этой лавки готовил скьячату. Это белая пицца, которую разрезают вдоль и наполняют разнообразными начинками. Так вот он готовил скьячату и наливал дешевое вино у стойки, что очень привлекало туристов. Туристы всегда хотят попробовать мясные продукты, вино. И однажды к нему в лавку зашел Леник Равиц. Ему так понравилась скьячата, что он написал о них отзыв у себя в соцсетях. И тут слава о флоренке, что скьячат разлетелось по всему миру. Сейчас филиалы Антику Винаио находятся в нескольких городах Италии, во Флоренции, Милане, Риме, Неаполе и в Америке. Кто-то перекусывает у стен лавки Антику Винаио, а кто-то идет на соседнюю площадь, пьяцца Делла Ротонда, где можно присесть у фонтана. На этом, дорогие мои, наша сегодняшняя прогулка по Риму заканчивается. Досмотрите видео до конца, поставьте пальчик вверх, если видео вам понравилось, и поделитесь им с друзьями. До новых видео, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...